Приветствую всех любителей шахмат. В этом ролике мы рассмотрим великолепную партию легендарного Виктора Корчного на тему использования изолированной пешки в лагере соперника. Противником Виктора Львовича в этой партии стал румынский шахматист Флорин Георгио, который играл черными. Корчной открывает игру худом ферзевой пешки, черный отвечает симметричным d5. На доске возникает славянская защита, черный укрепляет центр, следует развитие коней. Корчной открывает линию слона, черный избирает хоть и пассивную, но довольно крепкую систему шлэктера. После хода конь f3 Георгио фенкетирует слона на большую диагональ. Виктор подготавливает рокировку, следует обеспечение безопасности короля и ход конь d7. Белый завершает развитие легких фигур и черные начинают подрывные мероприятия в центре доски для того, чтобы как-то взбодрить своего приунывшего слона, который упирается хоботом в пешку d4. Так, после взятия Георгио играет c5, ясно, что продвигать пешку вперед плохо из-за наскока конь b6 с потерей пехотинца, поэтому белый соединяет между собой ладьи. Черный меняется на поле d4 и образует изолированную ферзевую пешку. У данной пешки есть как свои преимущества, так и недостатки. К преимуществам относятся пространственные завоевания, открытые линии, диагональ вертикали, возможность атаки в центре и на королевском фланге. Ну а недостатком пехотинца является то обстоятельство, что его не защищают сослуживцы, следовательно, чем меньше фигур на доске, тем слабее изолированная пешка. Исходя из этого, черные стремятся в окончании, а белый пытается мутить воду в метельшпиле. Довольно важным звеном плана игры черных является ограничение подвижности изолированной пешки, в идеале ее блокада. Атакованный слон отступает на поле b3, черный связывает коня, угрожая стукнуть и дальше забрать пехотинца на поле d4. Ладья становится в засаду. Здесь выясняется, что брать на f3 не так-то хорошо. После данного размена и удара на d4, белый нападает на ферзя, дальше отыгрывает пешку, получает преимущество двух слонов в открытой позиции. Исходя из этого, в партии румынский шахматист отказывается от немедленного размена на поле f3 в пользу хода e6, усиливая контроль над центральной клеткой d5, ограничивая подвижность белопольного слона. Карчной открывает линию для ладьи, дополнительно защищает пешку и связывает коня. Черный от связки освобождается, белый заставляет определиться слона. И после размена на поле f3 получает преимущество двух слонов, нажимая на пункт f6. И здесь необходимо было отступить атакованным конем на поле d5, блокируя изолированную пешку. Но вместо этого черный ставят на d5 другого коня. Слегка подвисающий конь на поле f6 будет дальнейшим мотивом для различных комбинационных угроз. Карчной устанавливает ладью на полуоткрытую линию. Белый сохраняет небольшой перевес. Пункт d5 оккупирован черными недостаточно прочно, поэтому необходимо внимательно следить за событиями в центре доски. Написал в комментариях Виктор Львович. Георгио переводит ладью на открытую линию, но Карчной пробивает на поле f6, как раз используя недостаточную защищенность данного пункта. Оказывается, что слоном-то брать нельзя, поскольку белый пробивает на поле d5, устраняя защитника слона. Приходится забирать на поле f6 именно конем. И Виктор Львович задвинул центральную пешку, используя давление ладьи по вертикали. Угрожает удар на e6 темпом, нападая на ферзя, поэтому черный сами меняется на поле d5. Белый пробивает слоном, атакуя пункт b7. И здесь плохо брать конем. После этого взятия белый создают угрозу хода коня f6 с выигрышем ферзя, а также угрозу хода конь e7 с выигрышем качества. В любом случае качество теряется, поэтому на этот вариант румынский шахматист не идет. Вместо этого он играет ладья b8, защищая атакованную пешку. Слон отступает на поле b3, нападая на ферзя. Здесь лучше всего было предложить размен сильнейших фигур, хотя окончание у черных трудное. Ладья въезжает в обжорный ряд и начинает теребить слабые пешки. Но можно было еще попытать удачу в этом окончании. В партии же Георгио не идет на данную разменную операцию, отступая атакованной фигурой на поле c7. Корчной подбрасывает по линии в огонек и дальше закаспаривает коня, нападая на слабый пункт f7. Флорин попытался вернуть ладью на открытую линию, но конь выбивает копытами зубы пехотинцу Федору седьмому. Разменная операция на поле d1 здесь не поможет, поскольку после данного размена и удара на поле f7 белый использует многочисленные связки, внедряется на седьмую горизонталь. И как теперь спасаться? На конь d7 черный король получает матец. Хотя и то, что случилось с партией, также ненадолго продлило сопротивление. Черный сразу забрали коня на поле f7, белый пробивает на d8, дальше забирает пешку на b7, используя диагональную связку, они подбираются к этому слабому пункту. Еще последовала ферзь d7 и решающий ход ладья е7, используя данную связочку. Но и ввиду крупных материальных потерь на двадцать седьмом ходу Флорин Георгио признал свое поражение. Друзья, напишите в комментариях, как вы думаете, почему Виктору Корчному так и не удалось стать чемпионом мира. Не забудьте также поддержать ролик лайком, репостом и до следующих встреч.